Дорогие уважаемые сограждане ДНР! Мы военнослужащие 107-й стрелкового полка, 4-й батальон, 3-я, 2-я и 4-я роты, 204 человека. Отказываемся ехать на убой в ЛНР, совсем другую республику. С нами были проведены масса незаконных действий. Нас призвали незаконно в нарушение приказа. С нами не было проведено медицинского исследования во время призыва. Нас неоднократно обманывали и обманом пытались завести на территорию ЛНР, где, по неподтвержденным данным, мы уже являемся частью какого-то казачества, добровольно вступившее в ряды вооруженных сил ЛНР и срочно бессеребрянниками будем там умирать. А умереть там недолго. Три месяца мы вели бои за освобождение Мариуполя. Мариуполь освобожден, но пушечным мясом мы быть не хотим. В очередной раз нас обманом пытаются завести от 21-й шахты в городе Ханжонково, где нас ждут представители от кабинета Пушилет, где должны выслушать все наши законные требования, где должны мы написать даже в военной прокуратуре объяснительные и отчеты о незаконных действиях и нарушениях нашего командования. Здесь наши жены, матеря. Я надеюсь, ваша поддержка тоже с нами. Целая колонна. С нами есть пленный человек, который был в плену свыше двух месяцев. Его без врачебной комиссии... Подожди, сейчас он... Без врачебной комиссии оставили в рядах вооруженных сил. У него множественные... Сними его. Покажи. Множественные осколочные ранения. Человека вынесли с Азова 20-го. В плену два месяца был я его мать. Разыскивала все. Он должен находиться в фильтрационном лагере для пленных освобожденных наших. С ними там особая работа. Следственные действия, освидетельствование, зафиксирование увечий, психологическая, физическая реабилитация. Вот его четвертый день. Обрами с истощением. Таскаются с этими пацанами. Разятся вывезти в Луганск. В республику там он будет лечиться. Там все это ему сделают. Я категорически против. Я хожу по всем инстанциям. Вчера у нас был митинг в части 088-18. Приезжал представитель, уполномоченный. Мы все писали свои заявления. Там страшные вещи, что на комбатах обонат. Что продолжает вот это твориться произвол? По ротации. Меня интересует. Его нужно ложить в госпиталь, заниматься специалистом и проводить работу, как со свобожденным пленным, пробывшим два месяца в плену. Я не знаю, куда обращаться. Пушилин сегодня мне передали. Сказал, что его положить в госпиталь. Вот я хожу, хожу, дайте его забрать. Он еле дышит. Он голодный, он чокается. Вот если кто-то даст указание. Ну дайте, пожалуйста, указание. Там столько родителей. И мы будем ехать сколько нужно. Никто не бросит. Это так не пройдет. Уже готовятся юридические документы в Москву, в московскую прокуратуру, в Путину. В общем, короче говоря, пусть или остановят этот беспредел. Мертвые души менять неким. Потому что не убитых, ни о ком не передавались данные. Обманули Путина, обманули Россию. Хорошо, нам не дадут его. Разрешите продолжить. Наш призыв был с нарушениями закона, без медицинского освидетельствия. Более 70% здесь находятся больных и увечных, которые комиссовали в процессе службы, потому что они физически не могут продолжать службу. Более 90% здесь вообще не воевали и не знали, что такое военное дело. Автомат Калашникова они увидели в первый раз. Но нас бросили на передовую. Первые ряды. Три месяца мы жили, как, извините, бомжи с автоматами. Мы выполнили приказ. Но нас опять стараются кинуть в мясорубку. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, чтобы мы не рассказали о том, как с нами обращались, как нас призывали, как мы служили. Но мы будем стоять до последнего. Спасибо за внимание.